Здравствуйте! Одним из самых ярких событий моего детства на международной арене были революционные события на Кубе. Там повстанцев революционных возглавлял Фидель Кастро, такой, значит, барбудос, бородач, да, такой с неизменной сигарой. Тогда еще положительным героем можно было курить на экране, на фотографиях. Вот он, значит, руководил повстанцами, они сражались против ненавистного народу режима диктатора Батисты. Диктатор Батиста такой вот проамериканский диктатор, про, значит, США. Вот, диктатор. Вот, захватил власть. Он сам рассказывал в своих речах, он был у нас популярен, поэтому мы его речи слушали, что в то время, когда они в горах Сьерра-Невады, значит, сражались против Батисты, то у них и в мыслях не было никакого социализма. Они просто вот за свободу воевали. А потом случилось следующее. Когда уже власть была у повстанцев, один из соратников Фиделя поднял против него мятеж. Он сказал, а вот знаете, Фидель Кастро-то коммунист, да? Ну, Фидель Кастро сам явился в тот город, где были мятежники, голыми руками, без оружия, сломал замок на дверях, казармы, где они укрылись, обезоружил часового. За его спиной пришли жители города, и они подавили мятеж. Всё. А потом, что же, раз он коммунист, ну, так и буду коммунистом, будем строить социализм на Кубе, да? Естественно, Кубе стал помогать Советский Союз. Ну, так вот, я сейчас хочу поговорить об использовании вот идеи коммунизма в политических целях. Насколько я понимаю, впервые, значит, о коммунизме, так говорят знатоки утопического социализма или утопического коммунизма, заговорил Гесиот. Гесиот – это современник Гомера, поэт, скорее, чем философ. Мечтал о золотом веке. Это седьмой и восьмой века до нашей эры. О золотом веке, который канул в лету с тех пор, как, значит, появилось вот разделение людей на классы. Более серьезно к этому вопросу подошел Платон. У Платона есть модель коммунистического общества. Это у него называется государство Атлантида, вымышленное государство. Этим государством управляют философы. Государство не очень симпатичное с точки зрения наших современных воззрений. Там у них философы всем руководят, у них там рабство есть, все как положено для того времени. И у них там, понимаете, вот философы решают, кому на ком жениться. Вот такие вот вещи. Ну так вот, значит, впервые в политических целях коммунизм был использован вот когда. Город Пергам. От слова «Пергам» происходит слово «пергамент». Там когда-то был центр по производству пергамента. Город Пергам – это на самом востоке Турции, на берегу Игейского моря. Правил там тогда царь местный какой-то, так сказать, царь пергамский. У него было два сына. Один сын законный, но слабоумный. Другой сын незаконный. Звали его Арестоник. Вот он слева на картинке. Тогда, вообще-то говоря, доминировал Рим в Средиземноморье. И положено было завещать этим самым царям свою власть Риму. И, соответственно, этот слабоумный-то и завещал Риму. А Арестоник не смирился с этим. Он захватил мятеж, поднял власть. Поднял, значит, захватил власть, поднял мятеж. И тут, как нельзя кстати, появляется некий философ с ним вместе. Гай Блоссий. Римлянин. Он, значит, так сказать, профессиональный революционер. Эдакий Че Гевара. Приехал раздувать мятеж. Предложил построить, так сказать, общество такой свободной от эксплуатации. Значит, Арестоник с помощью такой вот коммунистической агитации привлек на свою сторону массу немущего населения. Вот. Рабов и так далее. Сейчас до сих пор, вообще-то говоря, ведутся споры. Столь ли он был прокоммунистически настроен, этот Арестоник. Дело в том, что вооружать рабов против врагов своих, это было еще у греков, да? Помните морское сражение около острова Соломин, которое выиграли греки у персов? Так выиграли его не греки, а греческие рабы, которым пообещали свободу и посадили на корабли. Вот такие дела. Удачи вам, всех благ, до свидания.